Привет, сейчас мы будем делать последний пакетрейсер в CCNA1, 11.5.1.3. Он куда проще своего предшественника, 11.5.1.2. Это было непросто, но надеюсь вы с ним уже справились и приступайте к 11.5.1.3. Скачиваем инструкцию, ждем, сохраняем ее. Открываем ее в Adobe Acrobat Rinder, вот она. И здесь у нас просто таблица адресаций. Но вам все равно нужно будет сохранить этот PDF и отправить его вместе с ПК-файлом, который мы сейчас и открываем. Скачали, открываем, ждем пока откроется. Пока приближу таблицу, чтобы лучше было видно. Вот у нас открылся ПК-файл, вводим свое имя. Эмейл, дополнительную информацию, подтверждаем, да. Сворачиваем. Открываю инструкцию тут, здесь у нас тоже есть эта таблица. И что нас просят сделать? Нас просят просто провести troubleshooting. То есть понять, в чем проблема, почему сети не работают. Здесь это будет сделать довольно просто. Можем нажать кнопочку Check Results, Assessment Items и видим, что у нас вот это вот не настроено. Значит, это нам нужно исправить. Также это можно понять, просто проведя пинги, например, сети на веб-сервер, пытаясь открыть его страницу и так далее. Просто пингуете, все и вся, понимаете, что не пингуется, почему и исправляете. Все очень-очень просто. Куда проще, чем предыдущий, например. Заходим в R1, это я уже сразу буду исправлять. Пароль у нас здесь есть. Пароль в консоли. Копируем, вставляем. Входим. Enable. Пароль. Режима. Вставляем. Configure Terminal. Интерфейс G01. Он у нас настроен неправильно. IP-адрес 172.16.1.126. Это все в таблице есть. Вот R1, G01. Вот он. И сразу копируем сюда маску под сети. Копировал. Вставляем. Подтверждаем. Теперь нужно еще настроить юзернейм правильный. Юзернейм у нас должен быть admin1. Копируем. Вставляем. И секретный пароль этого пользователя. Admin.p.a. Ой. Ctrl-C. Вставляем. Еще нужно настроить линию VTI. От 0 до 15. И здесь transport input SSH. То есть, чтобы ввод был SSH. Далее. Нужно настроить. Вот мы видим у нас уже 63%. Нужно настроить S2. В нем тоже есть проблема небольшая. Опять же, копируем пароли. Так. Не тот пароль скопировал. Это пароль консоли нам здесь нужен. Вставляем. Enable. И вот здесь уже этот пароль нам нужен. Вставляем. Configure Terminal. Интерфейс VLAN1. IP. Адрес копируем из таблицы. Вот у нас S2. Копируем IP. Вставляем. И его маску под сети. Копируем и вставляем. Подтверждаем. Все. S2 мы настроили. Видим уже 72 балла. Теперь нам нужно IPK настроить. Desktop. IP конфигурация. Здесь даже команды прописывать не надо. И просто сравниваем. IP адрес здесь неправильный. И вставляем правильный IP адрес. Маска под сети тут неправильная. А нет. Маска под сети правильная. И дефолт GTV здесь неправильный. Вставляем правильный. Закрываем. Видим 90 баллов. И нужно еще вот этот вот компьютер настроить. Даже не смогу прочитать его название. Ну или смогу. R-A-N-M-P. Как-то так. IP адрес. Смотрим, что у нас здесь не сходится. Здесь у нас не сходится IPv6. Копируем правильный IPv6. И вставляем. Вот. Закрываем. И мы видим, что у нас 100 баллов. И теперь пинг будет проходить откуда угодно, куда угодно. Открываем командную строку. Пинг. Давайте пропингуем. Просто вот так вот по цепочке. S1, R1 и R-A-N-M-P. Давайте. S1. Копируем. Вставляем. Вставляем. Пингуем. Ждем, пока пройдет пинг. Первые несколько могут быть неудачные. Главное, чтобы последующие были удачными. Теперь пингуем. Что я там говорил? R1. Пингуем R1. Пингуем. Пейст. Так, секунду, она ставилась поверх другого. Вот так пингуем. Сразу получаем ответы. И этот компьютер теперь пропингуем. Можно еще S3, но по сути нет смысла, так как если этот компьютер пропингуется, то и S3 скорее всего. А я не хочу тратить ни свое, ни ваше время. Пинг. Скираем. И вставляем. Смотрим. Пингуем на компьютер. Ждем ответы. И видим, что ответы получаем. И давайте еще откроем веб-адрес. Для этого заходим в любой компьютер. Давайте не веб, а там, например, в маккейдинг. Мы в нем не были сегодня. Веб-браузер. Я, правда, не уверен, что там настроен на сервере веб-адрес. Но давайте это и проверим. Переходим по этому IP. Переходим. И видим вот эту вот страницу. Значит, у нас настроена страница на веб-сервере. И она открывается. Значит, все настроено правильно. Видим также, что 100 баллов. Сохраняем нашу работу. Сохраняем PDF-файл. И отправляем их вместе. На этом все. Пока. Продолжение следует.